В пятницу состоялась видеоконференция, которую проводил исполняющий обязанности губернатора. Достаточно высокий процент по Свердловской области по готовности к зиме. И, наверное, впервые за последние годы поисковый городской округ не прозвучал в числе остающих по подготовке к зиме, по взаимоотношениям с поставщиками аналогов ресурсов, что не может не радовать. Но есть определенные проблемы, поэтому хотелось бы сегодня в управляющей компании, от организации, которая арендует и эксплуатирует инженерные сети, услышать несколько поподробнее состояние дел по подготовке и жилого фонда, инженерных сетей, котельных. Первым ответ держит исполняющий обязанности директора Полевской коммунальной компании Андрей Филиппов. Готовность жилого фонда с северной части к началу отопительного сезона на данный момент 98%. Все крупномасштабные работы уже завершены и подходит к концу и паспортизация жилого фонда. Что касается теплосетей, то здесь готовность на сегодня 83%. К идеалу подойдут, когда устранят все утечки и порывы. Самым же масштабным проектом Полевской коммунальной компании в рамках подготовки к отопительному сезону стала замена котлов в селе Мраморское. По моим данным должны были привезти оборудование уже, то есть мы плату производим в соответствии с договором, с графиком. До первого числа должны привезти оборудование, котлы и начаться монтаж. А еще мы бьем все рекорды относительно сбора платежей с населения. В северной части с начала года процент оплаты коммунальных услуг перевалил за 100,7%. В южный, добавляет Александр Короткова, генеральный директор Свердловской энергогазовой компании, расчетный центр жителей платит 109% от начислений. В оплате за лето Свердловэнергосбыт, значит, с начала лета оплачено 6 миллионов рублей, в Уралсеврогаз 1,5 миллиона рублей, в Северский трубный завод 1,9 миллиона рублей, в новую энергетику 2,9 миллиона рублей. Вклад в процесс увеличения сбора платежей, несомненно, внесла претензионная работа. Сегодня коммунальные компании города активно работают с мировыми судьями и судебными приставами, которые помогают взыскивать долги как с населения, так и с юридических лиц. Претензии подготовлены 5 тысяч на 43,8 миллионов рублей. Исковых заявлений подано в СУН 150 по физикам на 3,5 миллиона. В службе судебных приставов находится 97 исполнительных листов свежих. Предупреждение направлено на 400 на 22 миллиона 600. Южное коммунальное предприятие сегодня также готовится к зиме. После гидроиспытания на Карломарце мы сделали полностью. Сейчас в связи с тем, что все-таки надо провести повторное гидроиспытание и будет завершено полностью. А это значит, нужно думать о подготовке к гидравлическим испытаниям. Глава города ставит жесткие рамки. Все испытания должны быть проведены до 10 сентября. А это значит, компания «Новая энергетика», строящая котельную в южной части, также должно поторопиться с пусконаладочными работами. Деплотехника, тепломеханика готова на 99,5 миллиарда процентов. То есть мы остались в машине для делки. Ведутся работы по автоматизации, по обвязке электрикой. То есть шкафы приехали, управление насосами, котлами. Значит, у нас сейчас полная уходная ведется работа по монтажу химоратонготовки. Ведутся работы по завершению сетей электрических, тепловых, водопроводных. То есть в 15-м числу, как-то, договорились. Глава Полевского спросил и об оплате счетов за электроэнергию жителей южной части города. Жители должны знать, кому платить – энергогазовой компании или сверглов энергосбыту. Если мы сейчас пойдем тем путем, который мы предлагаем, то жители платите напрямую, по моему разумению, будет полнейший межберих. Одни будут платить сюда, другие будут платить напрямую. Как это все будет? На самом деле, вообще технологически еще не готова схема. Технологически не готова, но по телевидению она уже выступает об этом. И снова она была мытью в южную часть города. О том, что утопительный сезон в Полевском городском округе наступит одновременно в обеих частях города и согласно постановлению главы после того, как температура наружного воздуха в течение пяти суток будет не выше 8 градусов, сомнений у руководителя Полевского не возникает. Ксения Балденкова, Павел Пырлик. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова